Здравствуйте! Наш концерт посвящен 86-летию со дня рождения Альфреда Горючишненки и состоит целиком из его произведений. Последний гений 20 века так называли Альфреда Горючишненки. И сейчас нет уже никаких сомнений, что он стал одним из самых значительных композиторов 20 столетия. Концерт откроет поздравительная ронда, написанная по случаю 50-летия его друга Ростислава Дубинского, первого скрипача знаменитого квартета имени Мартина. Написанная в стиле ветского классицизма, пьеса поражает принадлежностью другой эпохи. Конечно же, композитор играет старину, перевоплощаясь в мастера конца 18-го, начала 19-го века. А возможно, это послание, дань признательности той удивительной эпохи, в которой еще существовала красота и гармония в своем чистом, неразбавном виде. Поздравительная ронда исполняет Елена Корстилева и Ольга Скрипецкая. Поздравительная ронда исполняет Елена Корстилева и Ольга Скрипецкая. КОНЕЦ 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 В противоречивой и пестрой стилевой палитре в музыке второй половины 60-х годов Эшник избрал свой путь, неповторимый путь развития, поиска и открытия Разнообразие поставленных задач, их масштабность, удивительные темы, техническое совершенство произведений До сих пор заставляют задуматься, вслушаться многие поколения любителей музыки по всему миру Но сегодня у нас есть возможность вернуться к истопам творчества Альфреда Гайрича Прелюдия ми-минор – это одно из ранних ее сочинений, написанных при поступлении в консерваторию Итак, Прелюдия ми-минор исполняет Людмила Агеева Прелюдия ми-минор – это одно из ранних ее сочинений Прелюдия ми-минор – это одно из ранних ее сочинений Прелюдия ми-минор – это одно из ранних ее сочинений АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Милуэт из сюитной старинной стены Исполняет Ольга Степинская и Елена Шкарстелева Субтитры создавал DimaTorzok Диана Шкарстелева 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok У каждого композитора есть произведения, которые более других пользуются популярностью. У Альфреда Галича это релизская сказка. Созданная как музыка к спектаклям «Таганки», она прозвучала в фильме «Мертвые души», вошла в глобусюлиту Валапега Можина для двух фортепианов. Отдельные части звучат практически на каждом концерте, посвященном Альфреду Галичу. И среди всех этих частей, самые известные, конечно же, шинели. Она существует и как отдельное концертное произведение. Ольга из музыки к спектаклю «Релизская сказка». Исполняет Гульнара Салимова и Ольга Данилевская. 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 Исполняет Гульнар Салимова и Ольга Данилевская. Исполняет Гульнара Салимова и Ольга Данилевская. и страстная, она стала сердцем фильма. Эта мелодия символ того, что любовь и всепрощение, добро, честность, искренность, бескорыстность живут всегда и будут всегда стремиться завоевать человеческие сердца. Мелодия из кинофильма «Сказка странствий» исполняет Гульнара Салимова, Нина Грачок, Ольга Данилевская. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Наш концерт окончен. Большое спасибо за внимание. Будьте здоровы. До новых встреч. Спасибо вам огромное за то, что вы дарите нам частичку своей души и такую радость доставляете. Мы всегда рады видеть вас в нашем музее. Будьте здоровы. До новых встреч. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok